Мирослав Малич – российский актёр и режиссёр, которому удалось построить карьеру. Без его участия не состоялись бы популярные долгоиграющие телевизионные проекты. Сегодня Мирослав Александрович находится на пике профессиональной формы, продолжая выпускать новые сериалы с высоким рейтингом просмотров. Мирослав Малич родился 21 августа 1959 года. В 1980 он завершил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Хотя Мирослав с детских лет мечтал о карьере актёра, театра и кино или режиссёра, учёба в соответствующем вузе не обеспечила ему лёгкий путь в кинематограф. Во время перестройки найти работу на Ленфильме было невозможно, и для того, чтобы обеспечить себя и семью, Малич решил поработать не по специальности. Вместе с другом в молодости он открыл собственную строительную фирму. Стать миллионером актёру не удалось. Впрочем, он и не ставил перед собой подобной цели. Но деньги на жизнь зарабатывать получалось. А в 1998 году, когда много начинаний загубил жесточайший дефолт, фирма Мирослава разорилась. Потерпев неудачу в строительном бизнесе, Малич решил вернуться к профессии и занялся поисками работы в кино. Начался новый период в творческой биографии артиста. На протяжении творческой карьеры, начавшейся на рубеже XX-XXI веков, Мирослав работал преимущественно с сериалами и как актёр, и как режиссёр. Прорывом для него стало участие в долгоиграющей телевизионной эпопее «Тайны следствия», где артист сыграл роль Дмитрия, второго мужа главной героини. Следователь Мария Сергеевна Шевцова в исполнении очаровательной Анны Ковальчук расследовала сложные и запутанные дела, а её супруг, бизнесмен Дмитрий Сергеевич Луганский, поддерживал жену в нелёгкой работе. Славянская национальность актёра, его рост и презентабельный вид помогли ему вписаться в роль. В детективном проекте Малич снимался со второго сезона, выпущенного в 2002 году. Причём «Тайны следствия» далеко не единственный криминальный сериал, к созданию которого актёр приложил руку. Так ему удалось сняться в «Улицах разбитых фонарей 5» и даже в нескольких сезонах «Бандитского Петербурга». А в 2015 году исполнитель выступил в роли режиссёра сериала «Полицейский участок», который является своеобразной адаптацией знаменитого итальянского фильма. Лента также пришлась телезрителю по вкусу. Малич не только режиссировал её, но и сыграл одну из ролей. По словам Мирослава Александровича, адаптации итальянской картины этот сериал можно назвать только отчасти. В России другая жизнь, другая полиция, другой менталитет. К примеру, принятые за рубежом прозрачные офисные перегородки в российском полицейском отделении смотрелись бы странно и даже смешно. Не одним только криминалом интересуется Малич, как актёр и режиссёр. Так, в 2012 году он снял детективный сериал под названием «Вероника. Потерянное счастье», где главный упор сделал не на закрученные сюжеты и сложность поимки преступника, а на рассуждение о добре и зле. Также режиссёр интересуется медицинской темой. В числе прочих его работ – проект «Земский доктор», который снимался в Угличе. На время тихий Волжский городок превратился в место, где на улицах можно было встретить Ольгу Будину, Дмитрия Певцова, Ирину Купченко. В проект «Тайны следствия» актёр вернулся в 2021 году, после перерыва. Его появление на экране в качестве уже бывшего мужа Марии Шевцовой внесло неясность в личную жизнь последней. Большое количество событий и новых персонажей сделали сюжет сериала непредсказуемым. Режиссёрским проектом «Малича» 2021 года стал проект «Дама с собачкой», съёмки которого стартовали в Новороссийске. Главные роли были доверены Елене Яковлевой и Александру Балуеву. Сегодня Мирослав Александрович старается не только использовать известные имена в своих проектах, но и привлекает к созданию фильмов молодых артистов. Так в мелодраме «Дура» появились свежие лица, исполнительницы главных ролей Яна Янжаева и Анастасия Балякина. Рост Милослава Малича 182 см. Верная жена Мирослава Александровича художница Ксения Малич, на которой актёр женился задолго до того, как начал карьеру в кинематографе. Семья всегда была для артиста главной ценностью и главной отдушиной. Браки Мирослав и Ксения успели познать такое счастье, как дети. Их у творческой четыре родилось четверо. Малича воспитывают ещё и двоих внуков, которых им подарила невестка. Это лишь последние новости из жизни семейства, и вполне возможно, что вскоре она пополнится ещё большим количеством наследников. Примечательно, что рождение первой внучки Мирослава Александровича и появление на свет ребёнка у Анны Ковальчук, главной телевизионной напарницы актёра, произошло с разницей всего лишь один месяц. Именно поэтому поклонники, как-то раз, заметившие исполнителя на прогулке с коляской, попросили передать Анне поздравления с прибавлением в семействе. В действительности Ковальчук и Малич – хорошие друзья и коллеги, но не более того. Мирослав также дружит с Олегом Капустиным, мужем Анны. Режиссёр отмечает, что роль заботливого супруга следователя Шевцовой легко даётся ему потому, что в жизни он ещё гораздо более верный и преданный муж для жены. Малич принимал большое участие в воспитании детей, а сейчас с удовольствием сидит с внуками. На фото семейной четы и по сей день можно увидеть нежные взгляды супругов, обращённые друг на друга. Сын артиста Александр Малич известен как тележурналист, продюсер и радиоведущий. Сейчас он работает генеральным продюсером новой сцены Александринского театра. Александру Маличу уже 40 лет. В актёрстве попробовал себя и младший сын Мирослава Александровича Кирилл Малич. В подростковом возрасте он снялся в двух сезонах популярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Помимо съёмок в «Тайнах следствия 22» в 2022 году Малич продолжил режиссёрскую работу. На 2023 запланирована премьера боевика «Хозяин» с участием Дениса Никифорова. Сейчас Мирославу Маличу 63 года и 21 августа будет уже 64. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok